Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала Улправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. По факту массового заболевания ульяновских суворовцев возбуждено уголовное дело. В Ульяновске выбирают самого классного классного. Новенький УАЗик засветился в мексиканской рекламе. Казна Ульяновской области пополнилась на 3 миллиард рублей. В Ульяновске завершается обследование курсантов Суворовского училища. На данный момент диагноз Эхинкакос подтвердился у 26 воспитанников. Массовое заболевание ульяновских суворовцев не могло остаться без взгимания главного военного следственного управления. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Напомним, в конце января после плановой флюорографии у курсантов нашли паразитов легких. Диагноз Эхинкакос подтвердился у 26 воспитанников. Сейчас военные следователи отрабатывают все возможные версии того, как суворовцы подхватили паразитов. Последняя информация по случившемуся была озвучена вчера вечером на заседании общественной палаты в присутствии родителей пострадавших и депутатов парламента. «На данный момент 26 человек – это цифра точная на сегодня. Вероятнее всего число увеличится». Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и проходят амбулаторное лечение. Обследование остальных суворовцев и преподавателей завершится уже завтра. Срок лечения Эхинкакоса индивидуален. Минимальные три месяца. «Вот на данном этапе мы можем говорить об исходах как благополучных, потому что мы успели поймать развитие этой болезни на самом начальном этапе. Поэтому надеемся, что все будет хорошо, лечение будет проведено. Оно не дешевое, дорогостоящее, но все расходы Министерства обороны по лечению берет на себя». Сами родители отметили, что в училище постоянно проводятся родительские собрания, где специалисты готовы ответить на вопросы. Тем не менее, для родителей работает горячая линия, где они могут задать интересующие вопросы. Номер 8-495-693-66-96. Более трех миллиардов рублей составили доходы консолидированного бюджета Ульяновской области за январь 2019 года. Об этом на встрече с губернатором рассказала министр финансов Екатерина Буцкая. Год только начался, а в финансовом ведомстве уже подводят первые итоги исполнения казны в минувшем месяце. Результаты губернатору Сергею Морозову доложила министр финансов Екатерина Буцкая. В целом доходы консолидированного бюджета составили более трех миллиардов рублей. Дополнительно поступил 241 миллион рублей. Муниципальные образования постарались. 576 миллионов собрано именно бюджеты муниципальных образований и им тоже удалось плану собрать плюсом 74 миллиона, а к уровню прошлого года плюсом собрать 34 миллиона рублей. При этом нужно сказать, что все муниципальные образования выполнили и перевыполнили план. Что касается областного бюджета, то налоговые и неналоговые поступления за январь составили почти 3 миллиарда рублей. Наибольшее поступление в казну обеспечили налог на прибыль организаций, налог на доходы физлиц и акцизы на алкоголь. Финансовую помощь региону оказал и федеральный центр, направив в региональный бюджет 321 миллионов рублей. По мнению экспертов, несмотря на то, что январь месяц сложный, расходы выполнены в полном объеме и даже имеют положительную динамику. Расходы в январе месяце увеличились на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И следует отметить, что доходы в январе увеличились только на 3, с небольшим процентом, а расходную часть, в общем-то, мы видим, Министерство финансов выполняет в полной мере. С учетом всех доходных источников, почти 90% от суммы направлено на выплату зарплат бюджетникам и социальную поддержку населения. Анна Тищенко, новости Ульянской правды. Отрегулировать движение маршруток и решить проблему передвижения в часы пик. Как улучшить качество пассажирских перевозок, решали накануне сами перевозчики и представители правительства. Вчера в Северном трамвайном депо под председательством губернатора Сергея Морозова прошло совещание по вопросам качества пассажирского обслуживания. Предварил мероприятие осмотр подвижного состава МУП «Ульяновская электротранс». Трамваи не новые. Их ульяновским транспортникам презентовали коллеги из Москвы. Низкопольные, экономичные, правда требующие некоторого ремонта. Сегодня часть машин уже отлажена и выходит на городские маршруты. Трамваев ульяновски достаточно, но их качество можно и нужно совершенствовать. Как и качество самих перевозок. Причем на всех видах транспорта. Поэтому предстоящее совещание вызывало интерес у всех. Представителей муниципалитета, бизнесменов, гос- и муниципальных компаний. Члены правительства проводили мониторинг работы общественного транспорта, как на внутригородской маршрутной сети, так и на междугородной маршрутной сети. Мы саккумулировали все замечания, все предложения. Еще раз вернулись к тем обращения граждан, которые поступают по линии качества пассажирского транспорта, по качеству транспортного обслуживания. Сегодня мы презентуем для общественности, для губернатора план по повышению качества пассажирских перевозок. Покатавшись вместе с обычными гражданами, чиновники признали ранее казавшиеся незначительными жалобы. Обновление парка, выполнение расписания движения и уровень комфортности перестали быть просто словами, а превратились в ощущения. Поэтому план получился системным и выполнимым. Тем не менее, пробелы, по мнению губернатора, в нем есть. Здесь вот такое ощущение, что этот план сделан еще для вас и только для вашего садового кольца вокруг администрации губернатора. Ничего дальше, так сказать, в муниципальных образований совершенно непонятно. Как будет решена проблема для Меретевского района, для Чердаклинского района, Старомаинского, непонятно совершенно. Это не значит, что о районах не подумали. В плане есть, например, закупка автобусов для Дмитровграда, которая должна быть осуществлена в первом квартале 2019 года. Однако, по мнению собравшихся, многое в нем нуждается в более детальной проработке. И выгода пассажиров должна быть четко определена. Бизнес, в свою очередь, тоже нашел недочеты. В основном в области обязательств, которые на него возлагаются новым планом. Все ругают перевозчиков, что все плохо. А если разобраться, то у нас одно из самых лучших приложений к федеральному опыту абсолютно. Пассажиры практически могут уехать с дальнего севера, весь пересад, в дальнюю педагогу. Соломоново решение учесть мнение всех заинтересованных сторон перевозчиков, пассажиров и чиновников было принято единогласно. Улучшение качества перевозок – это и дорожные развязки, и цена проезда, и качество вкупе с количеством машин. Просчитать все сложно, но необходимо. Работа над документом продолжается. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды. Развитие туризма в Ульяновской области обсудили на совещании при губернаторе. Больше иногородних гостей, больше отелей и проектов для семейного отдыха. Насколько регион гостеприимен и готов ли принять еще больше визитеров? Подробности в нашем материале. Ульяновская индустрия туризма заметно развивается. Строится новый отель для гостей, появляются проекты для семейного и детского отдыха. Накануне губернатор Сергей Морозов провел заседание Совета по туризму, где обсудили и прошлогодние успехи, и планы на будущее. Ульяновская область действительно открыла очень широко окна, двери, для того, чтобы граждане Российской Федерации, граждане разных других государств приезжали к нам сюда для делового или для культурного времяпровождения. Юлия Скоромолова доложила об итоге работы отрасли гостеприимства за 2018 год. Поток туристов заметно увеличился. Чтобы не быть голословной, директор агентства по туризму Ульянской области предоставила цифры статистики. Мы приняли 495 тысяч туристов, показали рост на 10,5%. Отмечу, что в целом по России рост наблюдался не выше 6%, то есть мы превысили этот показатель. Мы приняли 16,5 тысяч иностранцев, рост показали на 10%. Это, конечно, не тот результат, которого мы хотим, и мы ставим себе задачу увеличить этот показатель в разы. С открывшимся аэропортом и строящимся отелями этот год может стать намного прибыльнее для сферы областного туризма. Также не стоит забывать о программах культурного досуга. Один из них, например, предназначен для школьников. На классных экскурсиях ребята смогут побывать на градообразующих предприятиях области. В скором времени разработчики займутся организацией экскурсий для педагогов и родителей. Фонд президентских грантов, наш проект «Где работать в Ульяновске» поддержали, и в течение 2019 года мы будем реализовывать этот проект. В этот же день губернатор не только провел заседание, но и ознакомился с новым строительным объектом. Глава региона осмотрел новый многоэтажный отель, расположенный на проспекте врача Сурова. Осталось провести отделочные работы, и уже в этом году заведение будет готово к приему гостей. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Ульяновские правоохранители задержали мошенника, продававшего фальшивые старинные монеты. Им оказался 26-летний житель рабочего поселка Чердаклы. Подозреваемый продал 68-летней жительнице областного центра монеты на сумму 30 тысяч рублей. Случай этот далеко не первый. На этой неделе в полицию обратился местный житель, купивший подделку на 18 тысяч рублей. По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка. Уважаемые граждане, УМВД России по Ульяновской области в очередной раз напоминает, не поддавайтесь на уловки мошенников. Предупредите родственников и знакомых, чтобы не приобретали старинные монеты и различного рода раритетные ценности с рук или на улице, какой бы привлекательной ни казалась цена и правдоподобная легенда. Способов опознать подделку у обычного обывателя практически нет. Если вы все же стали жертвой мошенничества, просим вас сообщить об этом в полицию по телефону 02 со стационарных телефонов или 102 с мобильного. На площадке одной из лучших школ города проходит региональный конкурс классных руководителей. Профессиональное жюри подведет итоги 7 февраля. Подробности в нашем материале. В Ульяновской области стартовал 14-й по счету региональный конкурс «Самый классный классный». Лучшие педагоги собрались на базе кадетской школы номер 7, чтобы посоревноваться друг с другом в профессиональном мастерстве. Очень важна популяризация именно работы классного руководителя, поскольку мы прекрасно понимаем, что перед ними стоит очень важная задача. И во все времена классная мама, классный папа – это очень важный, самый важный в школе человек. С сегодняшнего дня и по 7 февраля включительно 10-ти классным руководителям предстоит пройти ряд испытаний. Открывает конкурсный день самопрезентация и защита инновационного опыта. Дальше пройдет собеседование с экспертами, ряд тематических конкурсов, решение кейс-сессии, разработка образовательного проекта, а на десерт останется проведение мастер-класса. По итогам состязания определится три победителя. Тройка лучших преподавателей будут отмечены памятными подарками и денежными призами в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Я вдохновляюсь именно этими конкурсами и столько новых идей появляется, то, что я хочу воплотить именно с детьми, именно как классный руководитель. Также в эти дни на базе кадетской школы проходит региональный конкурс «Воспитать человека». В нем принимают участие 9 педагогов. Учителя проведут открытое занятие, воспитательное событие, мастер-класс, выступят в открытой дискуссии гражданин, презентуют собственный инновационный опыт, а главное – получат новые материалы для работы со своими детьми. Учителя тоже должны принимать в воспитании большое участие, так как дети больше времени проводят в школе, но это всем ясно. Родители, конечно, дома, там, чему-то научить, но в школе, вот, учат нас общаться. Победители регионального этапа отправятся в Москву, чтобы обменяться лучшими практиками в области воспитания. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. Автомобиль Ульяновского автозавода стал героем мексиканского ролика. Агентство по туризму Мексики выпустило рекламный ролик с автомобилем УАЗ Хантер. Три года назад Министерство туризма страны стало продвигать суверенный независимый штат Южная Нижняя Калифорния, как отличное место для активного отдыха. Российский внедорожник продвигает мексиканские горы, пляжи и фантастические виды для европейских и американских туристов. Разработчикам нужна была брутальная машина, внедорожник с большими колесами и рамой, как у игрушечного автомобиля. Российский полноприводный автомобиль подходил, как перчатка. Ульяновскую область вновь занесет снегом. Завтра синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Утром и днем в регионе ожидаются сильный снег, метель, а на дорогах заносы. Сначала снег пойдет в западных районах области, а затем распространится и на центральные, восточные и юго-восточные районы. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok